Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Джорджо Агамбена «Царство и слава» к теологической генеалогии экономики и управления. Начну с обзора самой книги, то есть издания. Издание выполнено на белой бумаге. Я вам сейчас покажу. В твердом переплете черная обложка с, я не знаю как называется вот эта мягкая обложка, я ее на японский манер называю Оби, которая снимается вот таким образом. И здесь название Джорджо Агамбен и «Царство и слава» без расшифровки подробной. Книгу приятно держать в руках. Она довольно такой тяжелый увесистый том. И внутри книги находятся цветные иллюстрации. Я вам сейчас некоторые из них покажу. В основном на библейскую тему, поскольку Агамбен в своем повествовании он, опираясь на священные тексты, на Библию, он раскрывает свою тему «Царство и славы» по названию этой книги. Далее я прочитаю аннотацию к русскому изданию. В данной работе Джорджо Агамбен, он продолжает свое многолетнее исследование, которое он начал в «Хомосакер. Суверенная власть и новая жизнь», которая стала первой книгой серии «Хомосакер», которое, это название можно лишь условно перевести как «Человек священный», но римское «Хомосакер», оно имеет более многозначные значения, чем просто «Человек священный». Так вот, в «Царстве и славе» Джорджо Агамбен предпринимает исследование генеалогии власти. Автор показывает, что нынешнее господство экономики и управления во всех сферах общественной жизни черпает свои основания в раннехристианской парадигме тринитарной теологии, изначально связанной с проблематикой о экономии, то есть способа божественного управления миром. Не случайно поэтому, что современная власть – это не только управление, но и слава. А церемониальные, литургические, словословные аспекты, которые мы привыкли рассматривать как рудименты прошлого, в действительности и по сей день составляют основу власти на Западе. Базируясь на анализе литургических аккламаций и церемониальных символов власти, от трона и короны до пурпура и ликторских пучков, Агамбин в новом свете представляет функционирование консенсуса и медиа в современных демократиях. Эта книга призвана коренным образом обновить наше представление о связи политики и экономики. И зачитаю содержание. Предисловие, две парадигмы, тайны экономики, бытие и действие, царство и правление, проведенциальная машина, ангелология и бюрократия, власть и слава, археология славы, приложение, экономика в новое время, закон и чудо, невидимая рука, библиография, и дальше Дарья Фарафонова, это один из переводчиков, Джорджо Агамбин, язык философии и философия языка, от переводчика, дальше Александр Погребняк, Джорджо Агамбин, от тайны экономики, именной указатель. Книга, как мы уже с вами успели привыкнуть к тому, что Джорджо Агамбин цитирует источники на греческом языке и на латыни, что добавляет объема в восприятии для тех, кто знает эти языки, древнегреческий, тут про древнегреческий будет язык идти, но затрудняет чтение для тех, кто не знаком с этими языками, потому что либо приходится термины выписывать себе на листочек и их расшифровку, их перевод, потому что как только он один раз этот термин употребил, он дал ему перевод, то потом он этот термин не переводит, на греческом ли, на латыни ли и так далее, то есть нужно иметь перед собой глоссарий терминов для того, чтобы читать эту книгу. Это первое неудобство. Второе неудобство скорее связано с недостатком образования у читателя, которое не позволяет охватить те темы, которые Агамбен затрагивает в своих книгах, не только в этой книге, но и в других, которые мы рассматривали ранее в отзывах и будем рассматривать далее, потому что еще отзывы на Агамбена последуют. Это недостаток. Он восполняется, опять же, чтением самого Агамбена. Я очень рад тому, что я начал читать Агамбена не с серии «Хомо Сакер», а с книг «Человек без содержания» и книги «Оставшееся время». Именно книга «Оставшееся время» дает нам ту базу, ту основу, которая нужна для чтения этой книги. Я вижу, я чувствую, когда я читаю «Царство и слава», как Агамбен, особенно ближе к концу своих рассуждений, когда он подходит именно к славе, он очень хорошо дает отсылки в тексте именно на книгу «Оставшееся время», свою же книгу. Но при этом тот человек, который не читал, он может не воспринять эту отсылку, а человек, который читал, получит истинное удовольствие от того, что он читал «Оставшееся время» и может дополнить те слова автора, которые он пишет в «Царстве и славе» какими-то своими рассуждениями на тему, подчеркнутыми из «Оставшегося времени». Теперь это было такое впечатление от книги, теперь давайте более подробно, чуть более подробнее, то есть без пересказа того, что здесь Агамбен излагает, потому что пересказ займет больше 500 страниц довольно-таки длительное время. Агамбен наблюдает и говорит нам, что власть разделена между абсолютным правлением и правительственным народным соучастием. И эта мысль, она не новая. Откровение в том, что вся политика держится на недействующей экономике между этими двумя понятиями. А вот это уже политическое заявление, новое политическое заявление самого Агамбена. Из многих вещей, что можно сказать о работе Агамбена, одна из них является важной. Это то, что он не поленился и, как я уже выше говорил, он собрал достаточно большой объем цитат из других источников. Если бы эти древние источники античные средневековые были утрачены, то экстраполировав то, что Агамбен процитировал в своей работе, не только в этой, но и в других, можно восстановить эти источники с большим или меньшим приближением к ним. Казалось бы, что это книга о теологических корнях современного правительства. Агамбен тщательно, почти педантично прослеживает, как теологи от Поликарпа до Аквинского пытались ответить на старый вопрос, как Бог, который, как предполагается, трансцендентен и отстранен от мира, управляет самим миром. Или выражаясь словами Агамбена, как царство соотносится с правлением. Ответ Агамбена представляется таким, посредством экономики. Но экономику он понимает в древнем греческом контексте, как слово оэкономия. Оэкономия – это организация и управление, а не в современном, как распределение товаров. Рассуждение о славе, поскольку у нас книга называется «Царство и слава». И рассуждение о славе и ее анализ занимает примерно последнюю треть книги. И посвящена исследованиям в области литургии в христианском богослужении, ее роли в современной политике. Тезис Агамбена состоит в том, что слава служит для сокрытия того факта, что провиденциальная машина фундаментально сломана. Правление прославляет царство, а царство прославляет правление. Центр машины пуст. И слава есть не что иное, как великолепие, исходящее из этой пустоты неисчерпаемая слава, которая одновременно и открывает и скрывает центральную пустоту машины. И, собственно, на этой мысли я закончу этот обзор, отзыв на эту книгу. И если бы у меня спросили, в каком порядке читать Агамбена, то без сомнения я бы сказал, что первыми двумя книгами, по крайней мере, точно 100% первой книгой должна быть оставшееся время. Человек без содержания по желанию. Но читая и человека без содержания и оставшееся время, вы входите в лексику Агамбена, вы входите в тот ритм, который дает нам Агамбен во всех своих работах. Не только в которых я назвал, но еще и в серии Homo Sucker, в средствах без цели, хотя средства без цели несколько попроще в повествовании, и там невозможно утонуть в латинских и древнегреческих терминах. Серию Homo Sucker все-таки я бы рекомендовал читать именно в порядке нумерации, а не в порядке ее выхода в печати. Поскольку некоторые книги из серии Homo Sucker, несмотря на то, что они относятся, помечены цифрой 2 римская, то есть относятся как бы ко второму тому этой серии, то вот это, насколько я помню, это второе римское 4. Благодарю вас за то, что вы посмотрели отзыв на книгу «Царство и слава» Джорджу Агамбена. Еще отзывы на Джорджу Агамбена и его книги последуют. На этом я с вами прощаюсь. Желаю успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok